С этой гостиницей связана еще одна уникальная история, главным героем которой стал Михаил. Как-то раз, совсем незаметно для нас, пришло время закрытия даже тбилисских магазинов. А холодильник с вином стал подозрительно и неуютно пустить. Народу в номере было много. Расходиться никто не собирался, и тогда было единственно правильное решение отправиться в этом большом городе на поиски местной достопримечательности Чачи. Тем более, что все знатоки местных традиций ее очень нахваливали. Вызвался Мишка, которому тут же были выданы деньги и совместными усилиями спланирован первоначальный маршрут, с которого нужно было бы начать. Михаил выпил стаканчик вина, так сказать, на ход ноги и исчез. За него, как за человека единственно осмотрительного из всех из нас, никто не боялся. За Сим о нем на время-то и забыли. Дальнейшее можно пропустить и сразу перейти к его возвращению, как к самой колоритной части рассказа. Надо сказать, что не было его достаточно долго. И мы в какой-то момент начали за него беспокоиться, город-то все-таки чужой. Было не страшно, но все же. И вот, в какой-то момент дверь в номер силы распахнулась, и на пороге появился Мишка. То есть это был уже не Мишка, а большая, на весь дверной проем Мишкина улыбка. И больше ничего в первый момент понять было нельзя. В следующее мгновение, не говоря ни слова, и не делая даже попытки шага вперед, он плашмя стал падать на гостиничный ковер, не разбирая ничего перед ногами. Сидевшие ближе к двери с трудом успели его подхватить за раскрывающуюся по ходу падение куртку, из которой вслед за ним начали падать полные бутылки из-под боржоми. Мишка рухнул на подставленные руки и сразу затих. Как раненого бойца. Его отнесли на кровать в соседнюю комнату и оставили наедине со сном. Ну, а веселье продолжилось с новой силой от им принесенного и в ожидании его будущего рассказа о своих приключениях. А было все так. Мишка вышел из номера и, как человек с опытом в гостиничной жизни, направился прямиком к дежурному по этажу. В конце коридора за столом сидел человек с бутылкой боржоми и куда-то внимательно смотрел. — Товарищ, мне быть чаще? — спросил Миша. Мужчина окинул его испытующим взглядом и протяжно спросил. — А ты знаешь, что это такое? Миша утвердительно кивнул головой. Мужчина на Мишин ответ также утвердительно кивнул головой и молча протянул ему наполненный больше чем наполовину стакан. Миша выпил залпом. Это и была искомая чача. Да какая! Отменная! Сделанная для себя или во всяком случае для друзей. Так Михаилу тогда показалось. Мужчина, испытующий, смотрел на Михаила. Дело было сделано. Потенциальный продавец его зауважал. — А мне бы на все! Стал запрашивать Миша, показывая деньги. Мужчина поманил его за собой, и они пошли вниз. У входных дверей в гостиницу сидел другой человек, и он был тоже с бутылкой боржоми. Он столь же серьезно, что и первый смотрел на Мишу. — Мне бы чаще! Опять спросил Миша. — А ты знаешь, что это такое? Последовал уже становящийся стандартным вопрос. Миша утвердительно кивнул головой. Мужчина притянул ему наполненный чуть больше, чем наполовину стакан. Миша выпил. — Эх, как все-таки они отлично умеют ее делать! — промелькнуло в сознании. Второй мужчина внимательно смотрел на Мишку и изучал. — Мне бы на все! — повторил он, как и в первый раз, показывая деньги. Второй мужчина кивком показал следовать за ним. Они вышли на улицу, свернули вглубь каких-то дворов, чуть поблудили и скоро оказались у больших железных ворот. Мужчина постучал. Мужчина постучал. Какое-то время спустя их впустили. Зашли в дом. За столом, на котором стояла бутылка боржоми, сидел человек. Он смотрел на Мишу серьезно. — А мне бы чачи, — спросил Миша. — А ты знаешь, что это такое? — спросил человек. — Знаю! — с надеждой ответил Мишка. Мужчина, протянув ему наполненный в точно такой же манере стакан, Миша выпил. — О, а здесь-то чача была еще крепче, чем в последний раз, — подумал Михаил. — Мне бы на все! — произнес дежурная фраза Михаил, уже не вынимая денег. — А у тебя посуда есть? — спросил мужчина. Миша отрицательно покачал головой. — Э, тогда надо к соседу идти! — сказал мужчина и тут же потерял к Михаилу всякие. — С провожатым они вышли за ворота и молча направились к соседу. Ситуация повторилась и в доме соседа. — Мне бы чачи! — А ты знаешь, что это такое? — Знаю! Полстакана залпом и опять без закуски. И за это полные карманы посуды из-под боржоми. Обратно с посудой к предыдущему человеку. А там новый вопрос. — Эй, геноцвалы! Тебе какой чачи? Этой или этой? На, попробуй! — Да мне любой! С трудом выговаривая буквы, но не от холода, а наоборот, произнес Мишка. — Нет-нет! Ты попробуй! Чтобы потом на меня не обижаться. И еще две порции от каждой марки. Дальше. Скорее. Скорее по карманам, чтобы не уронить, а вдогонку несется. Эй, выпей на дорожку! Или это уже показалось? Скорее. В гостиницу. На этаж. Так. Номер. Дверь открыта. Дома. Все. Вот две части истории-то и замкнулись. Мы увидели Михаила в дверях гостиничного номера именно в этот момент, когда сознание начало его покидать, но он все-таки героически донес посылку до компании. Примета автора. Миша, Михаил Файнштейн-Васильев, басист первого состава группы «Аквариум». Субтитры создавал DimaTorzok